Я, слава богу, вырос в зале, который по большому счету можно назвать качалкой, политеховский, где у нас. Очень четко было отработано, что все спортсмены убирают себя за собой. Не убрать за собой снаряд для меня нонсенс. Всю жизнь всегда блины к блинам, двадцатки к двадцаточкам. Это просто было вколочено с самого начала. И с тех пор я с таким удивлением смотрю на людей, которые приходят, все бросают, небрежно раскидывают, не думая о том, насколько удобно будет заниматься другим. На мой взгляд, неправильно. Никогда у нас в зале не было никакой дедовщины, скажем так. Я к тому моменту, когда уже достиг приличного уровня, что, к примеру, подошел к какому-то тренажеру, с вами, да, деда, я буду заниматься, это просто запредельный идиотизм. Если есть возможность, подойдешь, спросишь. Там вот такой вот юноша, который начинает, он ровно такой же, ты был таким же. И он ничуть не меньше тебя имеет право на это. Если можно, сам разберу все, сам все обратно повешу. Ну, если мы работаем вместе, надо весами не... Ну, потому что это правильно, на мой взгляд. Для меня удивительная история, когда таким пафосом... Так, давайте-ка-то. Я здесь пришел. Еще какое-то чудо. Какое-то главное. Больше других заплатил, что ли. Не знаю, для меня это абсолютно странно. Более того, ходишь и постоянно непроизвольно обращаешь внимание на то, как занимаются, в том числе новички. И если глазик режет какая-то техническая ошибка, обязательно стараешься подойти и подсказать. Причем очень важный подход. Если надо подойти, во-первых, сразу задать вопрос, что человек делает и почему, извиниться, конечно. Можно я поинтересуюсь? И после этого спросить, а что вы хотите этим упражнением достичь? Потому что бывали не единожды случаи, когда опытные все себе такие. Я знаток, ты делаешь неправильно. Кроме чего-то вы не понимаете, что человек делает для других целей. Вот это инструмент, который может достигать абсолютно разных результатов в зависимости от поставленной цели. И если то, что человек достигает осознанно, другим способом, не совпадает с твоим каким-то стереотипным представлением, вовсе не значит, что он дурак. Это может просто знать, что ты не подумал перед тем, как начать ему что-то советовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА